Буду кратко. Скажу сакраментальные слова. Несмотря ни на что, не выйдет. Все. Спасибо. Интересно. Чем-то экран не напоминает первую игру, как мы играли в «Зор». Но она из большего. Было много моментов для реализации, но мы их не реализовали. Отсюда сразу такое ощущение, что упадок сил и так далее и тому подобное. Но все-таки эта песня же, да? Трус не играет в хоккей. И у меня, скажем так, тоже ребята не робкого десятка. Но все-таки у нас были такие моменты, которые сегодня, к сожалению, создались. И я это увидел. В плей-офф вылезают все стороны. Не важно, сколько ты имел звезд до этого или из каких-то финалов или чемпионатов играл, где, на каком уровне. Каждый сезон все сначала. И в плей-офф – это мужская игра. Здесь действительно играют мужчины, которые хотят завоевать главный трофей. Касается, что по моментам такое ощущение, то есть не ощущение, но сегодня действительно Жлобин достоин был победы. Это однозначно. Но несмотря на это, в любом случае мы имели моменты. Просто, скажем так, к сожалению, мы их не реализовали. Спасибо вам. Василий Петрович, не можем спросить, несмотря на что. Уже каждый додумывается. У каждого фантазии работают. Убираю. То есть фантазии работают разы. Како вы даже разверались вы определились. Тогда наводящий вопрос и править на свой опыт, вы не подтруниваетесь над своими нападающими, чтобы учились у защитников, как забрасывать не в пустые ворота, вернее, не только в пустые. Ну, кстати, в пустых ворота? Нет, получается, что три шайбы, собственно, ну, наверное, многое определивших, забросили у вас защитники. Это минус обороне или большой плюс, простите, минус нападающим или большой плюс защитникам? Плюс ситом. Спасибо. Ничего опасного. Диктор Александрович, показалось, что походу матч и инициатива как-то от нас ушла. Да. Как покрытили все? Второй период, по-моему, начиная с 10-й минуты, мы просто-напросто противник взвинтил темп, и мы не смогли сыграть, скажем так, просто. Команда Жлобина использует любой момент для взятия ворот. Есть момент для броска, он бросает, он не думает куда-то отдать. Мы же думаем, как будто передвигаем фигуры в шахтах. То есть мы играем с передачи, а команда Металлурга сыграла с броска. Ну, наверное, смотрит, все смотрим, НХЛ, да, КХЛ, что уже сейчас, если кто играет в поперечный хоккей от борта до борта, то оно не приносит успеха. Да, я не исключаю такую игру, но если она происходит постоянно, то мы всегда играем против пятерых, что в обороне, что в атаке. То, что противник успевает вернуться. Что и делала сегодня команда Жлобина. Всегда она играла, надо играть, естественно, в продольную. Ворота по центру, что тут думают? Ворота по центру стоят. Все, играет и на центр. У нас сложилось так, что мы играли в Запад-Восток, да? Ну, вот в Запад-Восток так играть нельзя. По крайней мере, процентов 10, а 90 нужно идти в Север-Юг. Александр, еще вопрос. Что с панцирем? Панцирем колено, что там? Я же не видел еще игрок в Анивере, нет. Ты что, разбирался? Александр Александрович, изменения в четвертом звене, это признак большого запаса? Вы можете варьировать или Печуры, в частности, чем-то были недовольны? Нет, Печуры, кстати, я был доволен, но когда победный матч мы выиграли в Жлобине, там не имя было Печуры. Только, короче, исходя из этого. Говорил о том, что лавка длинная, сейчас она стала очень короткой. Но в любом случае, не будет вратаря, игрок станет в вратарь. Но в любом случае, как две команды, мы будем тренера нацеливать на победу. Кому-то осталось на одну победу две победы до победы, а кому-то осталось три победы до победы. Это покажут. До третьего апреля мы все решим. Ну что, просто раздорово вам. Василий Петрович, вы решили пока не прибегать к бонусу кадровому фарм-клубу, я так понял? Вот завтра по две тренировки у нас выход вышли. Надо стоять. Не стоять. Топ-секрет кто? Не решат. Топ-секрет кто? Да нет, не секрет. Бережно, подтянем к центральному. Бережно, молодой бой. Понял, понял, понял. Сразу бой? Вечный бой, покойный, только слиться. Спасибо. Еще, пожалуйста. Спасибо.